Добро пожаловать в Казахстан! беседуете ваш вопрос у вас интересный случайно выбрала украину просто подключил новый компьютер а там я автоматически выбралась украина все разговаривают с россией для канадца вопрос на всю ситуацию это вы имеете ввиду на военный конфликт что ли рост украинский украинский этот вы имеете на ситуации разные для найти в канаде но я так предположил потому что для канадца на этих это он и не знает где это украина торонто не народом из харькова сосед ваш кто но я понимаю просто вы так спросили как канадцы реагируют игры спайки канадцы если на этих канадец латинос китаец он никак не реагирует и в этот просто не интересно те которые вот ваша диаспора украинский да они там как-то реагируют не все за но в основном за украина конечно именно вот в вашем вашего этноса именно украинцы ну поля поляки интересуются на поля я вас живу в польском районе поляки интересуются с точки зрения что им обломится от западной украины в итоге ну как я смотрю я конечно смотрю что плохо это война да но я бы я не являюсь патриотом украины я бы предпочел чтобы она фрагментировалась конечно мирным путем они военным тем более вот харьков ну раз чтобы украина как кушнарёв начинал это все дело вот его убили севердонецкий съезд помните сначала автономия потом потом свое государство на востоке ну что такое слабожанщина или там по-другому вы назвали это же как назвать неважно четвертом году был севердонецкий съезд до и я честно за него даже не стучал ну вы молодой просто еще не в курсах вы тогда вообще данная поцел еще ходили в четвертом году нет я проходил прогуливал школу меня хотели со школы выглядят то что мы поделили на майдан а ну майдан до 5 года четвертый пятый начался четвертом закончится 5 я бы ну если там что-нибудь было серьезно я наверно в курсе ну особо не особо украина не афишировала за дело поэтому вы не курса его ли нет но у вас на самом у вас на самом деле сейчас один или два канала как при совке брайан ну понятно понятно причем если вы снова украине крикните на русском языке то сразу расстрел ну да да но это в северной кореи так вы пока да и дальнейшем дошли вы пока еще на ней дошли все равно в северной корее если мало слез проливаешь на похоронах вождя то могут арестовать что-то так что-то так плохо плачет почему кто северной корейцы хорошо буду буду по буду поосторожней александр второй ну как но ретро имперец я благодарен александр второму за то что при нем харьков скакнул очень далеко вперед в организационном плане и честно говоря сомневаюсь что вы из канады ну сомневайтесь но я даже если вы из канады какой-то вы не то что неуспешный какой-то убогий пиздец но я понимаю да да вы начали вы начали вы начали подгорать хорошо хорошо раскусил для меня упоротыми упоротыми обычно называют укрпатриоты ну так горело и здесь на этом перекрестке это личная вопрос я не ответил на первую вопрос не клею что вздыхаешь так тяжело заебала а что и что именно тебя заебала раз делись я заебал в доступ на таня дед счете вначале пищи что Добрый, верите? Добрый. Ну хорошо, я вам поясню. Конечно, вам выгодно, чтобы Украина была как можно больше. Вот как и бы она была в 91-м году, чтобы таким была. Потому что вы из Киева, а Киев это метрополия. Мы же ничего другого не просим большего. Не просим там Москву, там еще там их и города Белгороды всякие и так далее. Мы же не просим этого. Нам нужны свои территории, больше ничего не нужно. Так вам, вы что, равнодушны к стонам украинцев в Белгороде, которые хотят в Украину или в Таганроге? Если они хотят в Украину, пусть съедут в Украину и берут там БМЖ и живут. А если они хотят, у них там предки похоронены, своим домом они хотят. Чтобы в Украину попасть. От России отделиться в Украину попасть. Мы же не будем агрессорами бросаться на Россию, чтобы забрать тот самый Белгород. А как по-вашему происходит апгрейдинг к границе в мире? Это же естественный исторический процесс. Границы меняются. Слабые государства теряют территории. Сильные соседи приобретают. Я вот, например, из Харькова уехал. Я бы хотел, чтобы Харьков, освободившись от Украины, создал собственное государство. Слабожанщина. Почему? А чем было плохо вам в Харькове жить? Неплохо было нормально. Но если Харьков отделится от Украины, будет жить еще лучше. Почему? В чем лучше? Объясняю. Объясняю. В том, что метрополия, то бишь Киев, паразитирует на Харьковском научном, природном и индустриальном потенциале. Вот до децентрализации это особо было. Сейчас не лучше сглажено. Лучше стало. С того, что Харьков является земля Украины, и все, на ком паразитирует, еще не понятно. Все понятно. Регионы-доноры, Харьков-регион-донор. И регион-рецепентные метрополии. Потому что есть карта. Это наша страна, украинская. Какие Киевы? Есть карты. Есть карта регионов-доноров Украины. Ваша земля, я ж не спорю, находится в Украине, да, по госпренадлежности. Но есть регионы-доноры, которые отдают метрополии, то бишь Киевы, больше, чем от него получают. То есть, таким образом... Послушайте меня, то есть вы с Россией, мужчина? Я вам сказал, что есть в Торонто. А вот послушайте меня, вот у вас там есть регионы-доноры? Есть. Их пусть и пользуются. Не надо с нашей Украины-польку, потому что они есть доллары. Я в данном случае защищаю интересы Харькова, я вам объясняю. Я патриот Харькова. И Харьков... А почему же вы так защищаете, что вы так говорите, что он является городом Украины? Да, он является сейчас городом в Украине. Который попал в Украину по злой воле большевиков. В 18-м году. А ничего, что он был 30 лет городом Украины? Я вас это не смущает, да? Да он больше был. Еще при Совке он был городом Украины. Более. 102 года находятся под украинской оккупацией. С 18-го и потом с 20-го года. Исключая 41-й, 43-й. Российские власти хотят потянуть на чужие земли. Объясните мне, пожалуйста. Ну, вы ж... Я за российскую власть не отвечаю, я ж не за Россию. Но я могу свое мнение высказать. Потому что они считают, что при большевиках границы были несправедливыми. В Украину попали территории, которые не должны принадлежать. Равно, как и в Казахстан, например. Большевики... Большевики... Ну, бить не давала, а как-то обыгрыдить границы давала. Лучше это делать в мирном пути, он, безусловно... Мирный не получалось, а он взял не мирный. Ну, да, я против военного пути, я за мирный путь фрагментации Украины, я вам уже так сказал. Не надо, что украину вообще трогать. Не надо ее трогать. Зачем ее трогать? Она кому-то мешает? Мне мешает. Тогда ему в глазу. Мне мешает. Она паразитирует на Харьковском научном, природном и индустриальном паразитаре. Да что? Ты там синий свой, как мне там назвали синий? Вот я вернусь в Харьков, может быть, со временем. Паразитирует туда в Мандаводске. Может, я вернусь в Харьков со временем, откуда вы знаете? Не было, а еще и нахер. Харьков. Харьков. А так, не было Харькова, не было, но Харьков будет. Три, четыре. Харьков. Так ваше дело. Нормально, а ваше? Неплохо. О чем беседуете в рулетке? Можешь вопрос интересный, имеете? У меня давно. Хорошо жили? Да, хорошо. Деньги есть, позыщите. Есть. Позыщите. Че? Поделиться с тобой, что ли? Ну, а денег позыщите мне, пожалуйста. Я бедная живу. Да у меня знакомых полно, чтобы я им это передавал. Незнакомые я не передаю. Вопросы нормальные есть? Да ну как нормальные. Я буду го... Просто у вас. Что у меня? Я сниму увидел. Я буду... Карли, вот это что ли? На стене? Нет. Там пианино или там... А, ну это портрет, да. У меня у вас картина на стене висит масло. Это что, Ласточкино гнездо? Да нет, это Благовещенский собор в Харькове. А, а этот полководец или как его? Это Игорь Стрелков? Нет, это император Александр Второй. Лучший правитель нашей и вашей страны за последние 200 лет, по моему мнению. А вы на какие темы беседуйте? Может, вопросы у вас интересные есть? Да вопросов нет. Уже все узнал, в принципе, что думал. Мне объяснили. Я задавался вопросом о там Будапештском меморандуме, там, не на падение. Ну давайте. Я как раз юрист по второму образованию. Я могу вам пояснить, типа, Будапештского меморандума, что вас интересует и так далее. Ну, это же не договор, правильно? Это меморандум, да, меморандум. Он не имеет силы договора, поскольку более пониженная юридическая сила, чем у договора. А почему меморандум? Потому что договор заключается на срок. Обычно 10, 25, либо там 49, либо 99 лет так принято. Вот если бы заключали вместо меморандума договор, скорее всего, заключали бы его не более, чем на 10 или 20 лет. А поскольку его заключали в 94-м году, он бы закончился в 14-м. И по, так сказать, по случайности или по закономерности у вас именно в 14-м начался этот, так сказать, ну, АТО началось, да, скажем так, начало военного конфликта в виде АТО. Вот, но дело в том, что... Нет, 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 ну, смотрите, а то было после Крыма. Ну, неважно, в 14-м году, и в 14-м году закончилось бы действие Будапештского юридического акта, если бы он был назван договором, и его бы закручали на 20 лет, например. Но если... Блин, вот это четко получилось. Есть и бессрочные договоры. Но некоторые из ваших думают, что бессрочные, значит, вечные. Вот если бы мы заключили... Меморандуме вообще не указывается в срок, поскольку он ни к чему не обязывает. Вы этот правильно рассуждаете. А вот договор к чему-то обязывает. И договоры бывают бессрочные. Но в таком случае они тоже имеют пониженную силу, чем срочные договоры на срок. И, кроме того, некоторые из патриотов Украины думают, что если договор бессрочный, был бы договор бессрочный, а не меморандум, то страны-подписанты обязаны были бы защищать территориальную целостность Украины вечно. Но это неправильно. Бессрочно не значит вечный. В любом праве. Хоть в трудовом праве, допустим, если вы идете на работу, заключаете бессрочный договор. Не на срок, а бессрочно. Это не значит, что он вечный. Он, по крайней мере, пока вы живете, действует. Или пока вы на пенсию не уйдете. А вот в международном праве договор, если он бессрочный, то он не вечный, а его срок реальный определяется, исходя из международных принципов справедливости и логики. Вот в данном случае, тут Кравчук довольно грамотно объяснял, лет 10 назад еще у Шустера, его спросили, почему он инициировал этот меморандум, или почему не договор. То есть в данном случае, сейчас я Кравчуку вернусь, в данном случае, срок договора по принципу логики и справедливости должен был определяться тем сроком, сколько Украина могла содержать ядерное оружие, если бы оно не осталось. Содержать. То есть вот такой был срок договора. Как Украина не могла бы его содержать, чисто технически или финансово, то и договор бы закончился. Вот Кравчук говорил, что Украина могла содержать ядерное оружие до 2002 года. Я лично считаю, что я сам просто по первому образованию, так сказать, физхимик, немножко ядерщик, а по второму юрист. Я как по первому образованию считаю, что до 2004 года могла, до 2004 года Украина могла содержать. Но Кравчук назвал, по-моему, второй или третий год. Ну, там близко, неважно. Вот если бы был договор бессрочный, то он бы де-факто действовал до 2-го или 4-го года, а не вечно. Вот такие метаморфозы с договором. Понял. И получается, что у России было право нарушить территорию целостность? Потому что никакой целостности не было. Целостность была. Россия нарушила. То есть, ну, нарушила это не международное право, поскольку международное право находится там, два противоречивых принципа. Право на самоопределение и право на терцелостность. А с точки зрения украинского правополя, Россия нарушила тут безусловно. Но не с точки зрения международного права. Международное право довольно витиеватое, и оно трактует это так... Если бы оно трактовало, как вот Украина хочет, да, вот раз заняли территорию, значит, нарушили, то бы не было бы изменения границ между государствами. А изменение границ между государствами – это естественный исторический процесс. Если бы его не было, до сих пор бы существовала Римская империя, Османская и так далее, но они не существуют. Происходит движ определенный. Этот движ происходит благодаря второму принципу – право на самоопределение. Он более справедливый. Но ООН, поскольку он состоит из представителей стран, руководителей стран, как правило, он не заинтересован в активности второго принципа, хоть и более справедливого. А наоборот, им выгоден первый принцип, поскольку им спокойнее тогда, да, правительственным, когда его государство целое, там никто на него не посягает, хоть и независимо от того, как он хорошо или плохо ведет себя с регионами, да. Вот, поэтому ООН, в принципе, чтобы притормозить все-таки второй принцип, поддерживает первый, чтобы между ними было такое динамическое взаимодействие. Такое динамическое взаимодействие. Ну, понятно, понятно. Получается, что было у украинчан право на определение? Ну, по международному праву было, по украинскому праву тоже было, но оно не соблюдено. По украинскому праву крымчане, проведя референдум, должны были... Может, они обращались, Украина отказала, должны были обратиться в Верховную Раду Украины, чтобы она провела всеукраинский референдум. Вот если бы Украина отказала официально в проведении всеукраинского референдума, тогда бы и с точки зрения Украины крымчане были бы правы. Украина им сама отказала. А так, поскольку, я не знаю, может, они обращались, она им тайно отказала, я вот не владею ситуацией. Но поскольку официально такого обращения не было, то с точки зрения правого поля Украины это нарушение. А с точки зрения международного права тут вроде как и нормально. Получается, что решение принимается этим Крымом и Киевом. Это в Конституции вроде написано. Ну, все решения принимаются и Киевом. Ну, касательно Крыма. Крым должен... Крым провел референдум абсолютно нормально, да? Вот, который Украина, который считает незаконным. Но на самом деле в нем ничего незаконного нет. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Алло. Привет. А, ну я видел, у нас тоже делали, да? На этаже. А у тебя не делали? Тоже не делали. И здесь, на этом перекрестке... Олег меня зовут. А вас? А как? Олег. Олег, а вас? Олег. Меня зовут Виталик. Я там добавлю. Откуда будете? Взаимно. Торонто буду. А вы Одесса, правильно? Я вообще, наверное. Такая же даже песня была в 90-х. Одесса, не Торонто. Группа Кенты Менты. Не слышали? Откуда вы узнали, что я с Одессой? Ну так, есть у меня способы узнать. Но не важно. На какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? У меня здесь всегда такая тема. Оно войны в Украине. Ну, а что конкретно вас интересует по поводу войны в Украине? Поддерживаете или не поддерживаете? Ну, войну, конечно, не поддерживаете. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем. Что, что делала Украина? Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем, а не военным. Конечно, не поддерживаете. Так войну, мы не выразвязали. Ну, разные версии есть. Есть версии, что вы развязали в 2014 году под названием АТО. Турчинов развязал. А, что не понял? Откройте тайны еще раз. Никто в 2014 году в Украине войну не разгадывали. Ну, у вас же официально назывался АТО. Это антитеррористическая. Я знаю, как аббревиатура расшифровывается. В Украине в Украине захватили террористы, так называемые районники, так называемые районники Российской Федерации. Такие, как Гивенкин, такие, как Гиви, такие, как Моторола. Такие пассажиры были. Но, к счастью, двоих уже нет. Ну, да, последние ваши успехи, я в курсе, да. Я в курсе, что вы имеете успехи в Харьковской области, да. Вот, да, я надеюсь, что в ближайшее время мы деоккупируем все территории, включая Донецк, Буганск. Ну, Донецк, Буганск, надеюсь. Я думаю, Крым, он будет для 15, там уже на какое-то урегулирование, это в фоне какой-то политики, какие-то люди, там, как-то. Но, надеюсь, что скоро Донецк, Буганск, выберут всех хрупких солдат, которые зашли незаконно на территории независимого государства, и делают здесь неправонаправные, ну, это правонаправление. Ну, я понял ваши надежды, я понял, они, в принципе, если вы... Не надежды, это уверенность, я просто в это верю, я узнаю, что так оно и... Вы сказали глагол «я надеюсь», раз вы сказали «я надеюсь», иначе я сказал «надежда». Если вы сказали «я уверен», я бы сказал, что ваша уверенность. Я согласно вашему глаголу отвечаю. Хорошо, и неправильно сформулировал, я уверен, что такое. Ну, я акцептировал вашу версию по уверенности, окей. Так еще какие-нибудь вопросы есть ко мне? Нет. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве... Правильно, в утилитарной государстве. Правильно? Великобритания – утилитарная государство. Германия – утилитарная государство. У них есть один... Компания – утилитарная государство. Какие соединенные штаты от федерации? Германия – утилитарная государство. Соединенные штаты от федерации? Слышал? Да. Да? А как называется? Соединенные штаты от федерации? Это федерация? Ну, можно сказать, что это федерация от федерации? Ну, по-моему, всегда писал. И сниться нам не жопа, как на своема. Жене-это ледяная синяя. Сниться нам грамма, 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 Жене-это ледяная, зеленая, грамма. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Мы не слушаем тебя. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские – это какой чей отвечает? Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Ильевская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще. Без лишнего шума узнают, кто сейчас здесь... Стримец. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Ленин пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Каркашовский был. Мы сделали украинский угол и ночной. Метаясь. Да? Да. Украина, что? Да, все же. Ну, по-коричку. И по конституции еще раз заявляю, власть в Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я уверяю вас, в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Будет только в Харьковской области. Будет только в Харьковской области. Но ты мне улица родная. И в непогоду дорога. И гдC.